Я потерял только ноги, а мог потерять абсолютно все. Но без ног тоже можно жить. И на моем примере это можно увидеть. Мои глаза горят. Я самый счастливый человек в этой жизни. И могу твердо заявить о том, что ноги – это не причина того, чтобы ставить на себе крест. Весело. Весело у вас. Давайте еще раз. Давайте еще раз. Поехали. Мотор. Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Я ученица школы 1501. И спасибо, что приехали к нам в гости. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Как спорт влияет на ваше эмоциональное и физическое состояние? Я с детства занимался, увлекался спортом. Это как раз-таки закалило, наверное, в какой-то степени мой характер. Так как я сам все равно все еще продолжаю быть спортсменом. И спортсменом, и многогранным, и альпинистом, и тяжелой атлетикой, и кроссфит. То есть все-все это на самом деле про меня, а альпинизм – это про преодоление. Во время восхождения раскрывается очень много каких-то качеств, которых ты, наверное, в себе не видел. И это как раз-таки помогает их подчеркивать и работать над ними. Каким вы были в детстве? Вы хорошо учились или были хулиганом? Нет, хулиганство вообще не про меня. Я был всегда воспитанным, хорошим мальчиком. Учился на четверке и пятерке только. При преодолении Эльбруса вас одолела горная болезнь. Как вы с ней справились и что дало вам сил? Горная болезнь – штука неприятная, но она проходимая. Если в жизни у меня что-то происходит, какие-то тяжелые ситуации, условно, какие-то проблемы, я всегда себе говорю, что это всегда временно, и это всегда пройдет. Я понимал, что сейчас вот это состояние, условно-горная болезнь, я понимал, что она скоро пройдет. Ее нужно просто вытерпеть, и все. Были ли вы уверены в том, что сможете покорить вершину? Как вообще эта мысль пришла вам в голову? Вы давно мечтали об этом? Мысль пришла, когда я увидел в социальных сетях, как пытаются поднять человека на инвалидной коляске. Я даже знаю, кто это, скажу, это была Ксения Безуглова. Но, насколько я помню, этот проект не реализовался, и то есть ее не смогли занести. Но, опять же, подчеркну, занести, не подняться самостоятельно. И как раз-таки я тогда увидел и написал организаторам этого восхождения, которые занимались тогда проектом, я говорю, я тоже хочу попробовать. Но тогда они меня проигнорили, не ответили, и через год они сами возвращаются ко мне. Я получаю телефонный звонок, отвечаю, и типа, Рустам, мы хотим попробовать с вами подняться на Эльбрус. И все, все, в моей жизни теперь появляется альпинизм. Я начинаю полгода усердно к ним готовиться. То есть это два раза в день тренировки, семь дней в неделю, семь-шесть, когда как получалось. Но они были интенсивные, частые, потому что я понимал, что, скорее всего, там будет непросто. Я себя старался готовить в плане выносливости, в плане кардио, чтобы в долгую работать. Но я тогда еще не знал, что буду подниматься на руках. Подниматься на руках, идея пришла прямо на склоне этой горы. То есть изначально у нас была другая тактика, то, что мы будем на специальных санях, где специально ручка, привязанная к веревке, где ты жумаришь и вытягиваешь себя по склону. Но когда я в эти сани сел, я понял, что это просто невозможно. И те люди, которые до этого, до меня поднимались на этих санях, 100% их поднимали другие люди. То есть какая-то большая группа людей, это от 30 человек, просто по очереди тащит человека до вершины. Но это не мой вариант, потому что, опять же, я как спортсмен, да, а бывших спортсменов не бывает. То есть у меня всегда была такая мысль, что я сам всего хочу добиться, и сам всего этого хочу вот сам своими силами дойти. И поэтому я взял два ледоруба на руки, я попробовал просто пройтись по склону. И я понял, это вот то, что нужно. Дочки мои, я это сделаю. А что вас мотивирует? Может быть, это банально будет звучать, но жизнь. Это прекрасная, яркая, вкусная жизнь, которую я однажды чуть не потерял. Я потерял только ноги, а мог потерять абсолютно все. Но без ног тоже можно жить. И на моем примере это можно увидеть, мои глаза горят. Я самый счастливый человек в этой жизни, и могу твердо заявить о том, что ноги — это не причина того, чтобы ставить на себе крест. А какой день в вашей жизни был самым счастливым? Самый счастливый день в моей жизни? Ну, сразу вспоминается, наверное, рождение дочери Софики. Это наша первая дочь. Я всегда мечтал о семье. То есть, как известно, многим людям у меня не было той полноценной семьи с мамой, с папой, да, со своими. Я вырос в другой семье, не в своей. У меня мама умерла, когда мне было полтора года. Отца просто не было в моей жизни. И поэтому я всегда мечтал иметь вот эту семью, где мама с папой и детьми. То есть, мы все одно целое. Когда мне супруга позвонила, это было полдевятого утра, 16 сентября. Она мне звонит, типа, я поздравляю тебя, ты стал папой. И я помню, как я положил трубку, голову засунул под подушкой и очень сильно орал. Прямо, чтобы никто не слышал, но внутри была такая радость, потому что в какой-то момент я думал, что я не смогу иметь детей. И были какие-то тоже для этого предпосылки. У нас не получалось забеременеть. Это было, наверное, огромное счастье для меня понимать, что я, наконец, и стану отцом. А какой вы отец? Ну, я отец девочек. И, конечно, отцы, они по отношению к девочкам очень трепетные, очень нежные. По факту, по своей натуре я человек, наверное, ну, как меня все видят, сильный, жесткий такой, да, непробиваемый. Но, находясь рядом с ними, я просто растворяюсь. Я с ними такой, наверное, каким меня никто не видит. Два года дочь первой нашей дочки я, к сожалению, пропустил, потому что был на спортивных сборах 300 дней в году. И я не видел, как она выросла вот до двух лет. И после рождения нашей второй дочки, Аминки, я даже участвовал в родах, перерезал сам пуповину. И у нас, наверное, может быть, даже поэтому у нас какая-то сильная с ней связь, потому что я с первых дней, я с ней. То есть посмотрим, насколько вы тяжелые стали. Какие у вас планы на будущее? На самом деле, очень много планов. Если я сейчас их начну озвучивать, наверное, может быть, даже эфирного времени не хватит. Но вообще сейчас я на такой стадии, когда стараюсь что-то новое для себя постоянно открывать. Я начал изучать для себя психологию, потому что понимаю, что в какой-то степени она мне помогла найти самого себя, которого я потерял тогда и, наверное, оставил тогда под завалом. А сейчас я обучаюсь в медицинском университете, в магистратуре. То есть стараюсь себя загонять в какие-то новые рамки, во что-то неизведанное, потому что я понимаю, что я хочу много знать в этой жизни, я хочу многое познать. И я помню момент, когда я лежал под завалом. Я когда готовился уже, когда уже смирился со смертью, да, я когда понимал, что все, сейчас я умру, я начал прощаться с жизнью, прощаться с родителями, с отцом, с Индирой, со всеми своими близкими людьми. И я понимал, что я сейчас умру, и после меня абсолютно ничего нет. И поэтому сейчас я стараюсь наполнять, восполнять вот те пробелы, да, которые остались пустыми когда-то, вот какими-то новыми событиями в своей жизни. Потому что я понимаю, что завтра может не наступить, поэтому нужно успеть сегодня все сделать. Какой результат вы хотите увидеть от своего вклада в мир, в общество? Очень хочется научить людей правильно относиться к людям с инвалидностью, потому что сейчас это немножко сложновато, но, слава богу, мы не стоим на месте. Люди учатся, люди начинают понимать, что мы такие же люди, которые хотят просто жить и не просто существовать, а реализовываться, найти свои любимые дела, что мы тоже часть общества, и мы не отдельный какой-то класс, мы такие же, как и все. А какими тремя качествами должен обладать победитель? Должна быть сила воли и, наверное, силы мыслей. Я бы это вот в первый пункт, два вот это качества, наверное, объединил бы, потому что человек управляет то, что у него в голове. Второе качество — это, наверное, вера в себя. И еще, я, наверное, не только три назову, то есть терпение. Я думаю, бестерпение вообще, в принципе, невозможно. И, наверное, характер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok